Привет всем! Вы знаете, мне понравилось снимать блог. Вот сегодня я буду сейчас готовить фенхель. Купила его вчера. По внешнему виду видно, что мы недавно проснулись, но это нас не пугает. Мы в домашней обстановке. Скажи, Лера, кто-то не очень красивый, а кто-то очень красивый покушал. И что тут делает? Крутит юлу, да? А что ты улыбаешься? Кому? Кошке? Вау, молодец! Ну что, пойдем готовить фенхель. Что такое фенхель, я узнала недавно. Если признаюсь честно, ни разу его не готовила. Вообще ни разу. Но в Израиле на овощных рынках всегда продается такая куча-кучная, такие огромные головы. Называется он на иврите шумар. Израильтяне его покупают килограммами и готовят. А я не знала, что с ним делать, как с ним делать. Тут мне подсказали рецептик, но я решила, самый простой, то есть просто стушить его. Что я сегодня и буду делать. Так что ждем, что у нас получится с этого дела. Случим его от этих зеленых листьев, потому что зеленые листья жесткие. И надо порезать его кусочками. Это я собираюсь тушить. Что значит? И прям так кушать? И прям так кушать. То есть это как-то основное будет? Нет, это будет как дополнение к основному блюду. Какое такое блюдо? Ну, гарнир, а потом это как бы, как... А, то есть это гарнир? Но это не гарнир. Нет. Есть гарнир, например, что там? Гречка, картошка, не знаю. Какая-то каша. Есть мясо, гарнир. И есть либо салат, либо такое, как тушная капуста. Ага? Правильно? Ну, окей, тушеная. Вот, это якобы будет вместо тушеной капусты. И отправляем сейчас его на сковородку разогретую. Ну вот, такая коробка шумара, то есть фенхеля. Разогретая сковородка с маслом. И накрыли крышкой. Так, немножечко откроем ему, оставим воздух и пускай жарится. Кстати, если уж на кухне, смотрите. Несмотря на то, что в Израиле живем, Украиной пахнет. Крупа гречана. С мощный шлях до здоровой инатии. Так что вот, пожалуйста. Житомирская область. Гречка. Ну и израильская. Ничем не отличаются, кстати. Кроме цены. Украинская немножко дешевле. Ну, это хозяйка. Это хозяйка. Очень большая хозяйка. Пока мама готовит, Лера наводит порядки. Лера! 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 Привет! Привет! Пришло время перемешать наш хенхель. Ну, что у нас тут тушится? Пока ничего я не вижу. Масла хватает, жидкости хватает. Тушим дальше. Ну что, посмотрим, что там у нас от нас. Надо сказать, что уже утушился немного. Где-то на 1,4 в объеме. Но еще твердый. Тушится ему еще и тушится. Хенхель уже стушился окончательно. Он уменьшился в размере где-то, наверное, на 30%. Лера едет на машине. И что? Соль я уже туда добавила. Единственное, что я добавлю сюда еще сладкую паприку и черный перец. Больше ничего сегодня не хочу добавлять, потому что хочу попробовать, какой у него вкус. Вот такой, так скажем, в натуральном виде. Очень пахло анисом, то есть он должен выветриться. Вот, получился такой золотистый немножко цвет. Мягенький уже чувствую такой. Ну что ж, буду я его выключать и надеяться на то, что будет вкусно. Снимем пробу, что же мы такого нажарили, натушили. Я буду пробовать это блюдо первый раз, так что. Самое очень интересно. Вот оно уже немножко остыло. Итак, пробуем. Интересно, вы знаете, вкус похож на кабачок, на тушеный кабачок, удивительно. Запах аниса ушел, а вкус кабачка остался. Прикольно. Вот единственное еще осталось проверить, насколько эта штука нравится Лере. Лера, Лера тут ползает. Лера, давай попробуем, что мама приготовила. Давай. Давай. Ам. Ну. Ребенок, покажи лицо. Тебе нравится, что мама приготовила? Покажи. Тебе нравится, что мама приготовила? Ам-ам. Давай. Ам-ам. По-моему, Лера даже не поняла, что мама приготовила, но съела и довольна. Ужинали с мужем, я ему предложила. Фенфель, да. Он ему не понравился, абсолютно. Есть немножко привкус непонятный, есть немножко аромат не свойственный для нашей еды, для той, которую мы любим. Но казалось, что кушать это можно. Но когда я скушала целую порцию, поняла, что это не наша еда. А муж-то и вообще не заценил. Но в результате блюдо на выброс. Если говорить о том, что фенфель, он полезный, это однозначно да. Но буду ли я его готовить еще? Однозначно нет. Потому что есть много, я думаю, других заменителей, которые тоже имеют такое же сочетание полезных веществ. А просто так, из-за того, что это полезно, переосиливать себя и кушать то, что не нравится. Ах, мы не готовы. Вот такой вывод. Вот такой диагноз мы поставили для шумара, для фенфеля, который кушают все в Израиле. Ну, израильтяне очень любят, покупают. Я это вижу, как они берут и покупают это. Но нам это не подошло. Хотя готовила я его примерно точно так же, как готовят его израильтяне. То есть не что-то такое, что я испортила. На самом деле просто вкус на любителя. А еще купили Леры горшко, а она не хочет на нем сидеть. Но сидит. Но очень не хочет. Но сидит.